доброго времени суток уважаемые зрители вот вышел сегодня на улицу и у нас сегодня задачи двоих отправляем на работу девчонка там тоже хотела на работу но что-то у нее там не получается не поедет она я думаю поедет она дня через два-три когда и станет совсем плохо просто люди не понимают что пока есть возможность ну ладно смотрите ролик пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь ребята на канал вновь подписавшиеся ребятки задавайте вопросы по космосу скажу там очень много то что нужны памперсы есть и памперсы купили и женщина ольга подписчица привезла к пачку взрослых памперсов и еще перевели деньги купил я пачку памперсов лежат ну вот сегодня пакет собрал не нашел я не космоса не бомжика вот ну бомжик значит наверное в баню короче смотрим видос подписываемся на канал ребята и не забывайте про канал братское сердце давайте поддержим человека с ограниченными возможностями в передвижении жизни всем добра маэстро т.в. доброе утро кто там у нас есть малька сказала что деньги отбирает аслан деньги отбирает у вань я этого не было никогда малька сказала давай касса деньги отбирает у нее мол я у него деньги забираю ты представляешь манька может мне 7000 отдать 7000 у меня вы за три дня 7000 она сама подошла чтоб сказала 300 рублей достала этот номерный вот этот блокнот достала сказала ослая на тебе давление написал все нормально она сказала 300 рублей возьмите бутылку водку купите посмеляемся видите пожалуйста я поехал на 10-й автобус я мечет как и весит она уехала а кстати на розыске с нами краснодаре когда завтра особо 3 заберут сейчас не поедешь люба кто-то поедать . пожалуйста пожалуйста опомнить я знаю что видишь этот канал первый раз посмотри у людей убить и иту постоянно заходит пожалуйста а помню дам не домой домой верни мой дом сюда отобрал обожала я хочу жить в этом доме что я за работу своим горбом да и арка работы заработан своим горбом Before Segerни мой дом пожалуйста . пожалуйста эти война колени стану пожалуйста верни мой дом пожалуйста . эти бы очень прошло 1 мир не дал отмениксом горбом дояркой работа Позвонить никак? Она не берет. Она не хочет меня знать. Пожалуйста, верни мой дом. Я понимаю, внука, я мешать вам не буду. В кухне буду жить, в летних домиках буду жить. Пожалуйста, верни мой дом, доченька. Пожалуйста, я вам мешать не буду. Пожалуйста, верни мой дом. Что я заработала? Пожалуйста. Расскажешь, я просто не знал, что там за история. Здорово. Что, бухущий что ли? Бухущий что ли? Бухущий что ли? Вот она. А куда космос убежал? Да я что не видел. А куда космос убежал, Эля? Космос убежал первую, потом, смотри, его там нету, короче. Помощь я тебе звонила? Я вам пакет собрал на мою баню. Ну вот, смотри, он сказал, иди нахуй, опять мне второй раз, иди нахуй, я тебя говорю. А бомжика не видели? Бомжика видела. Сегодня? Он куда-то пошел. Нет, я видела его. Сегодня? Но ночью. Утром видела. Он куда-то побежал. А сейчас что, не утро? Утром я видела. Утром я видела, знаешь, он куда-то побежал. Может мусор показать? Я не знаю. Я не знаю. Да. Знаешь, ребята, девчата, не ходите в рабочие дома 250 рублей за неделю, это смешно. Ты заработаешь, получается, больше, там, например, где-нибудь там это, уборщица работает, 45 тысяч за месяц заработает, а 250 рублей за неделю 250 это хуйня. Не ходите девки, лучше бухайте, уходите, блядь, по воде. Не-серьезно, не так, что ли? Ну да. 250 рублей можно на вокзале настрелять. За час. Я больше настреляю. За час. За час настреляю, я 7 тысяч, но на 250 рублей это смешно. Не ходите девки, пожалуйста. Не ходите, кто смотрит этот сайт, не ходите за 250 рублей на неделю, блядь. Это смешно, блядь. Ничего, не одеться, не обуться, не курь его купить. Извините, пожалуйста, что это не так. А кто руководитель ест, идите вы нахуй, пидорасы, блядь. Так, кстати, тот, кто мне ищет на шестом или на первом, на ставке приезжайте. А то я что-то слыхал, кто-то мне ищет там. А если я тут каждый день, почему не приходите, если ищите вас? Да, да, да. Зачай мне такое слово, что вот даже маска сниму, даже шапка сниму, нахуй, ебаная, блядь. А, еще скажи. Вот и я. Кто ищет меня, приходите, пожалуйста, на шестом, на ставке. У любой, спросите, Аслан, блядь, что мне покажет, где я. Еще скажу. Я Машу тот день отпиздывал то, что она жопу вытирала, у Аслана деньги своровала. Вы рекомендации написали на меня, что якобы я ее отпиздывала зря. Я правильно отпиздывала? Это было, потому что она жопу вытирала пятихаткой с 27 рублями. Правильно так было, Аслан? Да, она вытирала, я ее в туалете поймала, 27 рублями, туалетной бумаги не было. Этого, это знаешь что, это хуйня все, не надо на меня наговаривать. И еще, то, что было, двое киргидры перегутали дверь, на женский туалет зашли. Они в уходе, братан, слушай, подойди, пожалуйста. Который с вами стоял, она вытирает жопу двухтысячную, нахуй, кидая ее на унитаз, нахуй. Пятихатку, потом две тысячи, она жопу вытирала, оказывается у Аслана забрала деньги, отобрала деньги, украла. Так не делать никогда, с кем живешь, с кем жрешь, не надо так делать. Ты, понимаешь, последним клеммом делишься, не надо так делать, человек последний отдает. Не делайте этого, понимаете? Не делайте, не делайте. Но есть, знаешь, в чем суть? Хрен с ним. Она сказала, это моя деньги, ладно, хрен с ним, твоя. А знаешь, почему? Потому что я, потом, она мне возвращает перчатки, с левой вот этой. Да, куда украли деньги? Она мне возвращает перчатки, а осла, не жени на пьянку, короче. Не пайк нахуй. А сегодня не было ее? Нет, она приходила утром и ушла пойти, уехала. А культура с донами? Нет. Палат. Это, знаешь, что прикол там-то? Она мне говорит, что это прикол, говорит, я ее, наша, как она может найти ее, если в трубах вместе спали, она своровала у него деньги, все, своровала, ушла перчатки вот эти. А потом я, это узбеки, там, как вы, кем-то заходит, она вытиралась с детьми, у вас, говорит, денег много, что ли? Как это понять, я захожу, она вытерпить и кавкой. Потом вот я, когда пошла, 2000 рублей, это 2 500, это деньги, что ли, распили? Неплохая туалетная бумага, да? Да, и 200 рублей на полу валяйся. Не понимаешь, пятикатку я ее мыла, вот снегу мыла. Спасибо, скажи, я бы ее избила в такой степени, но мне ее жалко, она все равно как сестра, все равно, она понимаю, я ее понимаю, но попроси ты, блядь, в последних лет, правильно ли, попроси, ну, тебе дай будет, ну, 100 рублей, там, что-то выпить хочешь, попроси. Зачем ты отбираешь у человека последние, который, по-моему, баню тебя вот, задевает, отмывает, как говорится, да? Вот Саня у меня, я почему к нему пришла в совьетского отца, то, что он, почему я отдала все, потому что я доверяю. У всех паспорт делает, почему все домой отправляет, почему всем, блядь, одежда таскает, ему этого надо, куда-то ехать, блядь, пакеты забрать, нахуй, поднять, блядь, 4-й пакет вот так он зашел ко мне, к нам, блядь, вот сюда, не пиздите такого хую, нахуй. Никакого не было, он своим гармон зарабатывает деньги, а что там деньги, вы перечисляете, перечисляйте деньги, он бомжей одевает, собаки, носки все покупает. Семь, паспорта сделала, да, паспорта всем делала, все делала, первого апреля это получает, амба получает, это паспорт, не пиздите на него, а этот пидорас, Павел Васильевич, извини, пожалуйста, ты пидорас конченный, ты паспорта не поднимал, ты, блядь, только спаиваешь водкой, готовишь в ужин, и больше нихуя, а он что для этого все делает, он сейчас для этого делал, не так, что ли, блядь, вот для этого, пошел ты нахуй, я тебе сейчас, знаешь, что скажу, приезжай сюда в Москву, я тебе морду набью, лично сам, посмотрю, что там уже, я тебя ебало разобью, Павел Васильевич, извини, что, пидорас, яйца разобью. Уважаемые подписчики, у нас дальнейший движ, ребята едут на работу. Ну, там отлежишь, что-нибудь, таблетки, моблетки, прихраму, нормально будешь там бегать. Я, конечно, коса еще не даю, вроде, хочу, только коров. Главное, это, главное, чтобы там длинноногие козлята потом не были, по весьмеду. Сейчас билеты купим, я ему позвоню. Вон там у вас на машине встретят. Серега, да. Ваня, привозьми, наверное, алтаж. Возьмешь? Чекушку что-то? Не, 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 легкую. Никакой чекушек. Пиво? Ну, вот это. Да? Алку. Алку взять? Да. Ну, возьму там, в поезде. Чего, толкни грузчик, чего, хватит. А то вчера подписчики и были. Вот у тебя еще есть уже. Не, понимаем, побухать хотите. Ну, посмотрите, что ваева, а что превратилось. Вся поездка, здравлю здоровья. Надо наш Савеловский вокзал. Поехали. Я прям... Шесть минут на электричке. Все, поехали. С Дубна, 9.16. Два билета. А какой это? Чего есть? Выход, выход налево. Ну, он тебе позвонит, у него номер твой есть. На этот, на эстакаду подниметесь и налево. В Лобнии я имею в виду. В Лобнии. А в Лобнии, скажем? В Лобнии, да. Ты заебал? Ты меня соображаешь или чего? Да, вот. Моя вверх. Да. Я сам знаю. Поехали. Губа, помнишь, да? Через переход на ту сторону. Да, через переход, да. И туда. Он тебе позвонит там. Я сейчас ему позвоню. Заходи. Заходи. Подождите, девушка. Пошел. Все, поехали, ребятишки. Сейчас я позвоню. И там встретят. Ну, уже что-то. Отлежаться, отмоются, отбреются. Так, теперь я его с двумя пакетами. Мне нужен бомжик и космос. Космосу приготовил. Все. Бомжику ботинки, носки. Космосу полностью. Одежда в бане. Ну, не знаю. Пойдет, не пойдет. Мне некогда с ним. Такая вот фигня. Ну, и немного light trash. Короче, космоса пока не нашел. Теперь идем бомжика искать. Сейчас полезем под платформу. Под нашу знаменитую платформу. Он собирался в баню ехать. В Леонозово. Так, ты куда едешь, Вася? Вот она, лавочка. Обычно выпрыгивались под платформой. На лавочке здесь раньше народу много было. Это сейчас электрички не ходят. О, Санька. Тележка в магазин он ходит. Вот его квартира. Вот они, окна. Санек! Бомжик! Не отзывается. Не знаю, там он, не там. По идее, не должен быть здесь. Он уже с утра летает, как вертолет. Как же здесь включить? Есть эта функция? Фонарик. Как включить фонарик? Не знаю. Пауза. Блин. Как разобраться в этом? Будем надеяться, что там немножко что-то видно. Я без фонарика, без ничего. Вот такие тут катакомбы. Гуськом. Санек тут правда. Бегом бегай. Гуськом. Санек! Домжик! Саня! Я подожду, Маня. Е-мое. Так. Санек! Уже ускакал куда-то. А куда ускакал? Сейчас пойдем до Вадима сходим. Вадим там. Где-то он мелькал в видосах. Такой мужичок здесь живет на трубах, на теплых. Вот. Почти всегда трезвый, чистый, ходит сам по себе. Редко-редко на совок приходит. В последнее время вообще не приходит. Ну вот. Запыхал сейчас, блин, залазил сюда. Так. Ну сейчас дойду до Вадика. Если там, отдам ему ботинки и носки. Бомжику. Ну не нашел я пока Санька. Утренние пути неисповедимы. Вот. Сейчас пройдем со стороны. Туалет. Туалет, кстати, еще закрыт. Зря я, наверное, туда иду. Надо в другой. Ну пройдусь, посмотрю. Потому что мне или возвращаться домой, пакеты оставлять, или надо их найти. Может быть, пошел в туалет умываться. В отличие от остальных уродов, он, более-менее, поддерживает внешний вид свой. Ищем. Ну, как я и предполагал, его здесь нет. Так, вот такой памятник стоит. дедам, спасибо. Так, дядя Женя на посту. Дядя Женя работает. Мобильничек у него. Все, ништяк. Молодец, мужичок. Ну, не могу, ребят. ни космоса нету. Все, обошел. Придется домой опять пакеты нести. Вот они, уроды. Еще тут один стоял, тоже обувь просил. У меня две пары обуви такого, 42-го размера. Итого не вижу. Короче, нести на западе. Сейчас вот смотрю, в Бристоле. в Бристоле нету. Не знаю, где их искать. Короче. О, ребят, ребят, маловца и зверь бежит. Смотрите, быча попиздил. Вот урод, ебаный. Я теперь и пакеты домой не оставлю. Ебаный урод, сука. Поехал к этому, к Паше, к белому. Так, чтобы он меня не увидел. Он по-любому срисует меня, что я с телефоном. Ладно, херст. Пакеты. Куда теперь мне пакеты деться? Это одни проблемы, сука. Ладно. Урод. Стоит, ждет этот автобус. такой вот контент. Блин. а что? Опять на шестой идти? Ладно, схожу еще на шестой, еще пробегусь, кружочек. И все, не найду. Значит, заныкаю где-то пакеты на улице. Вот такой, ребята, курс-мажор у меня. Не нашел я ни космоса, ни бомжек. бомжик мог поехать, он вчера говорил, в Леонозово в баню собирался, может быть, уехал. Дай бог. Вот. Пакеты теперь домой я не занесу, потому что ключи я не беру, ключи одни. И быча, урод, свалил бухать. Поэтому я сейчас еду на Нослободку, найду там, давно уже их не видел. Если найду тоже, если они проснулись, это Ксюха и Волк. Отдам им, короче, одежду. Вот. Я купил две шаурмы купил. Хотел покормить космоса и бомжика. Но не удалось. Поэтому приходится придумывать план на месте. едем на Новослободку. Блин, ну если я и там не найду, я тогда не знаю, что делать. Мы будем надеяться, что найдут Волка и Ксюх. Так, ну и Менделеевска. Есть тут что-нибудь? Нету? нету. Резидентализация задолженности. Слышь. Помощь полосы. Ну? Никого. Тут же такое. Бежите. Негодяи, где бродят. Пройдемся по злачным местам. С этими пакетами таскаться. Вообще не знаю, что делать. Сейчас пройдемся по злачным местам. Придется возвращаться на Савелоск. Вообще блин. Спят походу. Выходные бабла много. Люди гульбанят. Наверное, водкой закупились и сидят в своем подземелье. Вот обычно здесь похмеляются. нету. Тут тоже не может так быть. Потому что какая-то машина разгружается. Обычно вот здесь сидят. Тоже нету. Твою же маму, а? телефон не знаю. Попробую сейчас ксюхи набрать. Но он у них не работает. В смысле батарейка садится быстро. Вот. за 500 рублей телефон купить им что ли? это попозже тогда увижу. Нету никого. Вообще больно. Кошмар. Все, больше у меня времени нету. Сейчас сделаю звонок. Еду на Савеловскую оставляю пакет у бомжика под платформу. Его пакет положу под ноги. Зайдет споткнется посмотрит. Так, это не он с ментами. Не волк стоит. А мент. А вот там проверяю. Вообще никого нет. Вот Санек один ходит. Ну здесь редко бывает на услободке. Не знаю с каким хером он приперся. Еле ходят. Вот что синева делает на синеву. Так, все, ребята, пробую звонить. Вот ребят, кто спрашивал волк. Волк где живет. Вот нора волка. Фу, они щели. Волк! Ксюх! Ксюха! Еб твою хохо! Я не знаю насколько там катакомбы большие уже, не помню. Я был там как-то раз. Блядь, манишин. Сука! Хохо! Сейчас попробую досвистеться, докричаться. Ну, короче, трейс-контент у нас выполнен. Полезу к ним положи. Кохо! Блин, фонарика нету, ребят. Сейчас фонарик включу. Так, ребят, ну там темно, не стало снимать, не получается там, темень. Фонарика с собой нету. Отдал ребятам одежду шаураму, пусть покушает. Волк сейчас там вылезет попозже. Все, короче, больше никого не нашел, поехал на работу. Вон, ребят, ботиночки ко двору, сережки пришлись, ну и заебись, джинсы потом поменяет, рубашку, майку. Все, шаурму там едят девчонки. Валер, ну пару слов, пару слов скажите, вы вот приехали, как вас встретили люди? Нормально, скажи. Скажи, что я жиров, как потерпевшая, тебе ничего не спасибо россии, ну, столице, я сам белорус, вот, видишь, маэстр помог с работой, он познакомил меня с Сергеем, и мой брат вместе со мной приехал. спасибо вам за все, нас стрессили, баню, самое главное, баню топят, самое главное, другое, баню топят нам, самое главное, другое, еда любая, я первый раз увидел человека, который рядом с городом решил организовать вот это, пионерский лагерь для взрослых, пионерский лагерь, так, а еще детей привезем, это будет вообще шок, чтобы которые все посмотрели на всю живность, вот будет, смотрите, не ошибетесь, у меня мамка, знаешь, вот чай закипел, да, она чай мусит, и сразу же пьет, а с холодильника, ну я встал в морозилку, ну я люблю холодную, она уже не может, я пью, мне все равно, меня дружба с интересует, молодые люди, ну вы, вот приехали, я сегодня увидел, наконец-то, индюшек, нашу хребью, собачка меня сразу приняла, тут своя, дружба, вот, пора возрождать вот так вот все по-настоящему, а не как-нибудь, вы, даже не представляете, что я сегодня увидел, или же, хорошо в деревне летом, Валерий, ну, начнем с простого, вон там петушок сейчас пропел, сейчас петушок пропел, значит, кого-то хочет поиметь, да не, на самом деле, человек в городе решил сделать то, что все очкуют сделать в городе, а он сделал, я даже не не знал об этом, вот он, город, а он сделал, и вот